Продолжение следует... Давайте Виктор Николаевич первый ответить, потому что он, я так понимаю, участвует постоянно в этом проекте, а я первый раз, и поэтому я потом добавлю, как я вообще туда попала. Хорошо. На протяжении 2004 года проводим совместно с Ростелеком вот звездную дорожку. В чем она заключается? Первое. Популяризация фигурного катания в нашей стране, особенно таким организациям, которые далеки от центра. Второе. Что дать основы и направления современной методики и техники фигурного катания и обучения именно детского возраста. Вот наша задача с Марией, чтобы предложить и тренерам, и детям вот ту современную технику, методику обучения. И совместно с тем судейством, которое на сегодняшний день проводит соревнования. Ну, я хочу сказать, что я провожу мастер-классы, но в рамках «Звездная дорожка» я участвую первый раз. И, наверное, это получилось случайно, так как, в принципе, люди, которые приезжают на мастер-классы, это определяет Федерация России. Я случайно зашла в Федерацию России, мне нужно было какие-то документы там заполнить. Видимо, мелькнуло, и они решили меня пригласить. Я говорю, да давайте поедем, тем более, с Владимиром Николаевичем. Вот так я попала сюда, на этот проект. То, что мы продолжим, я хочу. Мы планируем, чтобы помимо ведущих тренеров, чтобы принимали участие в «Звездной дорожке» и прославленные фигуристы России. В данном случае сыграло очень большую роль в развитии женского одиночного катания Маша Викторовна. Викторовна. Ну, Маша Викторовна. Добавно. Гребликович, Владимир, чего оцените, как принимающая сторона, то, что на такие заслуженные люди приезжают, собственно, как это может сказаться на развитии фигурного катания в Мариинской области? Я уверен, что приезд таких звезд, как Мария Баттырская от Вархангис, обязательно даст новый какой-то маленький толчок для детей, которые занимаются у нас именно фигурным катанием. Данные мероприятия очень востребованы у нас в регионе, когда дети нашей области видят заслуженных мастеров живыми глазами, то есть у них будет появляться стимул развиваться. Мы только рады и готовы всячески способствовать приему такого плана мероприятия и проведению этого. Мне очень часто задают эти вопросы. Вот. Вы заметили, вроде, звездочек. Могу сказать, в каждой области есть дети и талантливые, и способные. Другое дело, что этим детям надо создать современные требования занятий по фигурному катанию, потому что это сложный вид спорта, сложный коррекционный. И поэтому не у каждого может быть высшее спортивное мастерство. Поэтому наша задача с Марией, прежде всего, дать направление тренеру, чем нужно заниматься в первую очередь, чтобы действительно было обучение современное, чтобы действительно красиво катались, красиво делали элементы. Потому что сейчас судейство такое, которое требует, прежде всего, самое первое, это умение очень красиво и грамотно кататься. И один пример приведу, даже такой, что не все прыгать можно. Вот последние соревнования гран-при показали, даже учитывая, что исполняют три прыжка в четыре оборота в программе, и спортсмен проиграл, который выполнил всего один прыжок в четыре оборота. Но катание его настолько было совершенно нагло выше по сравнению, с которым спортсмен занял второе место. Поэтому наша задача, прежде всего, убедить всех тренеров, чтобы они спешили в обучении элементам сложным. надо грамотно поставить ребенка на коньки, уметь кататься на ребрах, потому что фигурное катание начинается тогда, когда ребенок скользит и делает на льду все возможные повороты, переходы, рисунок катания. И чем сильнее скорость скольжения, тем зрительнее и приятнее смотреть на этого спортсмену. Еще вопросы? Вы образец, наверное, спортивного упорства, умения идти до конца от своих подопечных. Вы тоже учите, несмотря на все обстоятельства, идти к своей цели или все-таки прислушиваться к тренерам и заниматься тем, что советуют. Или же все-таки идти до конца к своей цели спортивной? Ну, конечно, у нас индивидуальный вид спорта, и каждому ребенку надо найти свой подход, потому что они абсолютно разные, с разными характерами. И, конечно, в общем, я вам скажу честно, тренерская работа для меня это несколько раз сложнее, чем когда я сама каталась. Я каталась, я очень, ну, вспоминаю это и понимаю, что, в общем, очень много зависело от меня. Вот тут бы, как бы я бы не билась, как бы я бы не доносила, чего я перед ними там устраиваю показательные выступления и пытаюсь, не каждый может это понять. И, конечно, я расстраиваюсь и понимаю, что, да, девочка может быть и очень одаренной, и все у нее есть талант, есть возможности, чтобы она выступала на самом высоком уровне, а вот не умеет она работать грамотно и правильно, все время там жалеет себя, какие-то слезы, еще что-то. Вот я вижу, не спортсменка внутри. В принципе, наверное, уже, вот, либо это уже к психологу надо идти, как говорится, я уже здесь в данный момент ничем помочь ей не могу, потому что она грамотно обучена, у нее все есть, красивые вращения, но она выходит на старт, а наполовину не делает того, что могла бы. То есть спортсмен это то, что он спортсмен внутри? Абсолютно, да. То есть, вот, самое главное, это вот, правда, желание, хотение, и, конечно, быть внутри спортсменом. Нельзя быть в спорте размазней, и просто так никогда ничего не получится. Вот. Перея Викторовна, вам, наверное, неоднократно задавали эти вопросы. Расскажите вообще о своих эмоциях, когда вы ходили на пьедестал, вот, первые места. Да я же так-то давно была. Я не, я правда говорю, что это все стирается так. Я вообще не люблю ни выступления свои пересматривать, то есть я этим не занимаюсь, я этим не живу. Это, слава богу, что в моей жизни было, но жизнь-то продолжается, и у меня цели и задачи абсолютно другие сейчас. Поэтому, конечно, в тот момент, наверное, просто, так как это моя мечта была, да, стать чемпионкой мира, и я как бы ее озвучил, то, наверное, вот я вздохнула спокойно, и все, что я сделала то, что хотела, и мне просто стало легче жить. Вот, и я могла спокойно закончить карьеру как фигуристка и идти дальше. Вот, то есть я в данный момент не сижу и не вспоминаю. Вот, я этого не сделала, могла бы, локти себе не кусаю. Ну, и сегодня вы наблюдаете за фигурным катанием, то есть все вот соревнования, все полностью, то есть вы все, все всегда, все в курсе всего, абсолютно, то есть, ну, вы говорите, что у вас, как фигуристка вы уже, это ваш один этап жизни, вы пошли дальше. Ну, я как тренер сейчас существую и живу, поэтому, естественно, тренирую, и у девочек одиночниц так получилось, ну, вернее, что одни девчонки, поэтому достаточно мне с ними просто, скажем так, в том смысле, что я прекрасно понимаю, да, вот их там желания, и там, что они требуют, вспоминаю себя, пытаюсь помочь. Я говорю, ну, не все это могут понять, а то, что я смотрю, ну, вы знаете, нет, наверное, не все, я глобальные какие-то вещи пытаюсь отследить, потому что это интересно, на моем уровне интересно, а что-то более низкого уровня, конечно, я, в общем-то, достаточно, не знаю, хорошо знаю фигурное катание, поэтому, наверное, загружать свою голову и время, просто из-за того, что у меня еще двое собственных детей, я, конечно, себе так позволить не могу. Спасибо. Виктор Николаевич, а в фигурном катании все-таки это больше девушек либо мальчишек, потому что вот в Архангельске я видела на мастер-классе у нас сегодня мальчишка, остальные девочки, то есть как-то мальчики меньше интересуются фигурным катанием или как. Да. Да? Видите, почему в стране произошло рост мастерства среди женского одиночного катания, а сейчас мы все время имели олимпийских чемпионов, какой-то продолжительный период времени, олимпийских чемпионов мужчин плеяда, потому что в тот период занимались мальчики большое количество детей, мальчиков, и конкуренция была очень большая среди мальчиков в связи с тем, что помимо фигурного катания стали набирать мальчиков в хоккее. В хоккее в тот период, допустим, в 90-е годы не было секций и школ, когда мальчиков набирали в 4-5 лет. Да, им приходилось идти в фигурное катание, вдруг кто-то оставался там, некоторые переходили в хоккей, а сейчас хоккей набирается с 3-х лет, поэтому... Да, и все, и поэтому приток мальчиков понизился, а отсюда и конкуренция сразу понизилась среди мальчиков в то время, когда сейчас конкуренция в девочках. Вот, посмотрите, перенство среди юношек или девушек, он проходит на уровне выше, чем чемпионат мира среди девушек, потому что настолько мастерство и конкуренция такая большая, и скамейка такая большая, чтобы... Я вот сравниваю, что попасть на чемпионат России было гораздо проще до лет 20 назад и сейчас, чтобы попасть просто участником переноситого России, это надо пройти такую стадию соревнований, чтобы попасть на переноситого России. Там 18 девочек, и они все обладают каскадом высшей сложности. Три-три. И всеми элементами прыжковыми в три оборота. Понимаете? и поэтому переноситого России среди девочек просто интересно побывать. Правда, когда они становятся женщинами, и чемпионат России среди женщин, это в два раза менее интересно, чем переноситого Это просто сейчас по этапам. чем это вызвало? Потому что менее интересно. А потому что меняется структура задачи? Нет. Структура чего? Организм. Человек растет, поправляется, вырастает. Он начинает думать, да? Он начинает думать. И думать начинает. И думать. И вес, и рост. Все изменяется, и меняется, и техника. сложнее сделать, если правильно были научены в детстве. Не просто скрутил там в три оборота, а чтобы было обучение такое грамотное, чтобы при изменении Конституции вес, рост, чтобы качество физически сохраняется. А у многих, у девочек, все физические качества понижаются. А понижение физических качеств требует большой отдачи для троих прыжков. Поэтому в этом плане если прыжок есть, он сохраняется и при весе, и при росте. Если нет прыжка и на протяжении большого периода не развивали его, а просто натаскивали. Там провернулся, сделал там три оборота. Все. Поэтому конкуренция очень большая. и поэтому вот моя задача как тренера сборной команды дать тренеру основы, как правильно обучать прыжкам. Понимаете? чтобы не гнались за многооборотностью, а вот правильно развивать физические качества скольжения, чтобы это осталось на долгий период времени. Ирина Викторовна, вы считаете фигурное катание спорт для бесстрашных, потому что лед это не мягкая подушка, и вот на тренировках видно, что и девчонки там в какой-то возможной защите на коленях, то есть ну и падение возможных, то есть это вот какое-то с детства это так вот ну когда вы начинаете тренироваться, вы уже не боитесь следа, или все-таки какой-то это спорт бесстрашных людей? Ну да, абсолютно верно, но наверное когда просто одинарные прыжочки начинаешь подпрыгивать в общем-то страха не испытываешь двойные я бы тоже не сказала все проблема начинается когда фигуристы начинают разучивать тройные прыжки и правда вот в мое время прям несколько ну на глаза скажем так люди просто отваливались и уходили в танцы потому что не могли себя заставить именно скрутить потому что был внутренний страх вот как раз ну прыжка нельзя бояться это закон а то он тебя и вот на соревнованиях почему ошибки возникают когда ты начинаешь ну нет просто начинает человек вот бояться зажиматься меняется техника прыжка и вот все надо делать смело поэтому да спорт для абсолютно смелых людей а как-то как-то вот вы перед соревнованиями все равно наверное и Валерий Ильич тоже участвовал как-то настраиваете себя на какую-то волну то есть вот просто вот у нас двенец моем под каким-то одеялом всегда находится да у нее какая-то тоже своя разрядка то есть какие-то вот у вас были такие элементы которые что обязательно надо сделать либо как-то себя настроить мне кажется у каждого спортсмена есть какой-то даже не знаю у каждого но вот у людей которые достаточно высоко что-то чего-то добились то есть какой-то ритуал которому это даже это просто не обязательно надо это сделать просто в этот момент себя настраиваешь так как привык то есть должен пойти погулять там выпить кофе как-то ботинки одеть с правильной ноги это все да это смешно это забавно вот но кто-то там чехольчики там тренер кто-то наоборот разложит их на борт это да это вот ну вот как-то соблюдать мне это просто режим вот этот он меня приводил скажем так в правильный в правильный настрой у вас тоже какие-то были такие элементы элементы настрой ну да я тоже могу сказать что конечно спортсменный народ очень суеверный это просто до безумия вот даже вот сейчас вспомнил интервью читала с Луцкой от Ирины она говорила что в свое время когда готовилась к соревнованиям и уступала уже доходило до того что уже все крыша ехала от этого что надо чтобы сумка с этими коньками была в одной стороне тренер шел именно в другой стороне в автобус надо было чтобы заходили вот в этой в свои там очередности то есть да и на самом деле ну и у меня было то же самое все правильно что перед самыми надо было обязательно погулять там именно один чтобы тоже сам с собой пообщаться настроиться в день соревнований тоже помню у меня тоже такой был пример что из номера если вот выходишь не дай бог тебе навстречу попадается уборщица то это можно все было разворачиваться и поезжать соревнования с метром с пустым я вот как сейчас помню я была уборщица я уже весь паник уже все думаю зачем приехал было было это все а сейчас вот слава богу это все в прошлом живем нормальной жизнью нашим гостям уважаем большое спасибо что они сегодня здесь и на мастер-классе нашим день покажут все самое лучшее и на мастер-классе